Здравствуйте, друзья! За что я искренне люблю Алиэкспресс, так это за бесчисленное разнообразие самых невообразимых чехлов для телефонов. И что самое главное, по очень низким ценам. Иногда встречаются такие экземпляры, что начинаешь восхищаться смелостью китайцев. Сегодняшняя подборка посвящена 13 таким творениям. И для разогрева начнем с чехла скелетона, рисунок которого имитирует внутренности вашего телефона. Достаточно интересно смотрится. Любители подобных чехлов точно найдутся, чего только стоит популярность подобных телефонов от Xiaomi. Следующий чехол один из моих любимых. Продается уже достаточно давно и пользуется огромной популярностью, так как имеет термопокрытие, которое меняет цвет от прикосновений. А если сказать точнее, то от температуры ваших пальцев. На выбор есть 4 цвета. У меня было 2 таких чехла, неплохое качество, внутри мягкая подкладка, дабы не царапать крышку, и копеечная цена. Что еще нужно? Далее у нас чехол, который на первый взгляд особо ничем не отличается. Но стоит выключить свет и он будет светиться в темноте. Большой выбор различных рисунков и стилей и опять же низкая цена делают его очень популярным. Светится за счет добавления в краску флуоресцентного порошка. На 10 позицию влетает максимально брутальный противоударный чехол с алюминиевого сплава. Немного увеличивает размер телефона, но для настоящего сурового мужика это не проблема. Есть даже ушко, за которое его можно пристегнуть к карабину и использовать в целях самообороны. Следующий чехол это спасение для эпловодов. Оригинальный чехол Powerbank для айфон стоит... Сколько? Но бравые китайцы спешат нам на помощь и предлагают свой вариант в 6 раз дешевле и с объемом аккумулятора от 3 до 5000 мАч. С приятных особенностей есть светодиодный цифровой индикатор заряда аккумулятора. Для пользователей Android я также набросаю несколько интересных ссылок с чехлами-пауэрбанками. Плюсы таких чехлов очевидны, они сильно продлевают жизнь телефону, но также и увеличивают его толщину. Следующий чехол для аудитории 30+. Максимально простой, дешевый, но сколько в нем душевности и приятных воспоминаний. Достаточно тонкий и аккуратный, с хорошим принтом. На выбор большое разнообразие изображения кассет. Еще бы ТДК напечатали, цены пим не было. Не будем далеко отдаляться от винтажной тематики, потому как следующий чехол имитирует легендарную Nokia 3310. На больших телефонах смотрится конечно не очень, но если вы не обладатель лопаты, то возможно такой чехол будет в самый раз. Кроме 3310 есть и другие популярные модели того времени. Выбрать есть из чего. Следующий чехол поможет не умереть со скуки, если даже телефон разрядился. Он сделан в виде игры «Шарик в лабиринте», цель которой провести маленький металлический шарик по большому лабиринту с помощью балансирования. Игра простая, но очень затягивает. На пятой строчке достаточно простой, по моему мнению, чехольчик. Но с выходом нового айфона и инновационного чехла к нему, всем очень резко стало необходимым носить пластиковую карту на телефоне. Тут китайцы подсуетились и выпустили миллион своих вариаций подобных чехлов, как для айфонов, так и для андроид телефонов. Далее у нас чехол для любителей фотографировать себя любимого, ну или любимую. В общем, чехол с селфи-подсветкой. Достаточно толстенький, так как внутри установлен аккумулятор и светодиодные ленты. Имеет свою отдельную зарядку. Свет достаточно яркий, в наличии 6 цветов на выбор. И тройку лидеров открывает чехол, который явно бы оценил Анатолий Вассерман. Три отделения для хранения как телефонов, так и жизненно необходимых журналов с голыми девицами. Первое отделение на фастах с застежки и остальные на молнии. Есть модели как с горизонтальным, так и с вертикальным креплением на пояс. Выглядит громоздко, но на рыбалку или охоту в самый раз. Мы все любим лопать пузырчатую упаковочную пленку. И именно на наших слабостях хитрый китайский мозг придумал чехол-пупырку. На этом чехле расположено огромное количество пупырок, которые при нажатии на них издают характерный, но такой излюбленный многими щелчок. Крайне интересный экземпляр. Жаль, только отзывов еще особо нет. Может кто заказывал? Отзовитесь в комментариях. И топ-1 в моем сердце это чехол мини-приставка из 90-х. Всем, кто помнит как играть на ламповом телевизоре, посвящается. Легендарная Contra, Super Mario, Pac-Man, Formula 1 и еще 32 популярные игры того времени. Чехол немного толстоват, так как в него установлен цветной дисплей и отдельный аккумулятор. Но все же это того стоит. И если игры восьмибитки или Dendy вызывают ностальгии, то крайне рекомендую его к покупке. На этом все. Надеюсь видео было вам интересным. По большей части видео ориентировано на владельцев айфонов, но я постараюсь найти как можно больше аналогов и для андроид телефонов. Ссылки на них также внизу под видео. Если вы хотите следующую подборку чехлов для андроид телефонов, давайте наберем хотя бы 500 лайков. И я начну делать следующее видео. Все-таки найти одинаковые чехлы для тысяч различных моделей андроид телефонов задача неспростых. Продолжение следует...